Если будете жить в любви между собой, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите землю отцов и дедов ваших, которую они приобрели трудом своим великим. Более тысячи лет назад такое наставление дал своим сыновьям великий князь Ярослав Мудрый. С тех пор наша страна прошла через множество испытаний. Она не погибла под гнётом иноземного яга и пережила сотни войн, отстаивая свои земли. Территория современной России складывалась веками, и каждый её уголок хранит память о нашей истории, о подвигах наших предков, об их стремлениях и надеждах, ошибках и прозрениях, о любви и согласии друг с другом, о любви к родной земле, которая даёт нам силы и веру в будущее. Русские полки и заставы протянулись на 60 верст. У самого берега пограничной Угры встали отряды лучников и пушкарей. Сзади их прикрывали конные полки. За рядами конницы расположилось пехотное ополчение. А на другом берегу стояли войска ордынского хана Ахмата. Хан пришёл вразумить московского князя Ивана Третьего, который уже несколько лет отказывался платить дань Золотой Орде. Стороны готовились к решающему сражению. Несколько раз неприятельские отряды пытались перейти реку вброд, но встречали отпор. Наступил ноябрь. Ударили первые морозы. И тогда Ахмад, так и не приняв бой, повернул свою конницу назад. Враг отступал в южные степи, а вместе с тем заканчивалось владычество монголо-татарской арты над русскими землями. История русской государственности началась в IX веке, когда восточнославянские племена объединились под властью князей из рода Рюриковичей. В период наивысшего расцвета древняя Русь простиралась от Днестра и верховьев Вислы до Волжских притоков, от Северной Двины до Таманского полуострова. Это была богатая земля на перекрестке торговых путей. На берегах рек вырастали прекрасные города, чьи храмы не уступали в красоте бизантийским. Здесь жили трудолюбивые и предприимчивые люди, дорожащие своей свободой. Княжеская дружина и ополчение противостояли напору кочевников, защищая тех, кто занимался ремеслами и трудился в поле. Но со временем Древняя Русь стала распадаться на отдельные княжества. Борьба за власть между потомками киевских князей привела к постоянным войнам, когда брат шел на брата, а город на город. Кроме Киева крупные центры власти возникли во Владимире, Галиче, Чернигове, Переяславле, Полоцке. В Новгороде сложилась Боярская республика, подчинившая обширные территории от Балтийского побережья до Уральских гор. Междуусобные войны ослабляли русские княжества. Разрозненные, живущие сами по себе, они теряли способность противостоять общему врагу. А враг этот шел с востока. Ни на Руси, ни в Европе никто даже не представлял его разрушительную мощь. Монгольское войско Батыя смерчем пронеслось по русской земле, громя поодиночке русские дружины и сжигая до основания города. Помощи от соседей не дождались ни Владимир, ни Киев. Десятки тысяч людей погибли и оказались в плену. Горели церкви, дома, бесценные иконы и книги. Две трети русских городов были разрушены. Некоторые навсегда стерты с лица земли. Армия Батыя прошла Венгрию, Болгарию, Балканы и достигла Центральной Европы. Сам император Священной Римской империи был готов покориться Батыю. Европу спасла лишь смерть великого хана Угедея. В Монгольской империи начиналась внутренняя борьба за власть между потомками Чингисхана, и Батый возвратил свое войско, обосновавшись на Нижней Волге. А северо-восточная Русь на два с половиной столетия осталась в зависимости от Золотой Орды. Иначе сложилась судьба южных и западных русских княжеств. Территории современной Белоруссии и северо-западной Украины, города Смоленск, Брянск и Курск с прилегающими землями, стали частью Великого княжества Литовского. Политические пути единого русского народа надолго разошлись. Большинство населения Литовского княжества было славянским. Оно сохраняло православную веру, родной язык и обычаи. Тем временем в Руси северо-восточной все большую силу приобретало молодое московское княжество. На Куликовом поле рядом с московским князем Дмитрием встали дружины других русских земель. Москва делала первые шаги к будущему объединению и одерживала первые победы. Однако прошло еще сто лет, прежде чем Иван III навсегда покончил с властью ордынских ханов. И это стало не единственной его победой. Хитрый и осторожный, когда необходимо твердый и решительный, Иван Васильевич успешно собирал русские земли под своей рукой. Ему подчинились Ярославское и Ростовское княжества. Он лично возглавил поход на Великий Новгород и присоединил к своим владениям территорию Боярской республики. В 1485 году присягу Москве принесла Тверь. На государственной печати Ивана III появился двуглавый орел. Смотрящий и на запад, и на восток, он станет символом русского царства. Просуществует в качестве российского герба до 1918 года и будет восстановлен в 1993 году. Дело Ивана Васильевича продолжил его сын Василий III. К 1521 году под власть Москвы перешли Вятская земля, Брянск, Гомель, Псков, Рязань. Так сложилось единое русское государство. Прообраз будущей Российской империи. Оно уже отвоевало свое право на независимость. Теперь ему предстояло обрести величие. Золотая Орда распалась, но татарские ханства оставались постоянной угрозой русским границам. Между Московским государством и Казанским ханством то и дело происходили кровавые столкновения. С обеих сторон совершались грабительские набеги, разорялись города и селения. А продажа русских рабов оставалась одной из прибыльных статей ханского дохода. Положить этому конец взялся новый московский правитель, внук Ивана III, Иван IV. В 17-летнем возрасте он впервые в российской истории принял титул царя. От латинского слова «цезарь», то есть император. А позже получил прозвание Ивана Грозного. Молодой царь совершил несколько походов на Казань. В 1552 году во главе Большого войска он предпринял решительный штурм города. В обмен на капитуляцию царь пообещал сохранить городским жителям жизнь, имущество и возможность исповедовать мусульманскую веру. Казанцы то соглашались присягнуть русскому государю, то закрывали ворота перед его воеводами и осыпали их бранью. Сражение было жестоким. Обе стороны проявляли редкое мужество. Лишь после двухмесячной осады русские, наконец, сорвали городские стены. 2 октября 1552 года в Казань вошло 150-тысячное русское войско во главе с Иваном IV. Казанское ханство вошло в состав Московского царства. В честь этой победы на Красной площади был возведен один из красивейших русских храмов – Покрова Божией Матери, известный также как Собор Василия Блаженного. Эта победа стала толчком к дальнейшему расширению русского государства. В 1556 году Иван Грозный завоевал Астраханское ханство. Вскоре свою зависимость от Москвы признала Ногайская Орда. В состав России вошла Башкирия. На присоединенных землях вспихивали восстания и стычки между разными народами. Отдельные племена и семьи даже покидали насиженные места. Но постепенно русские и татары, калмыки и башкиры привыкали жить вместе. Правительство оставляло кочевым народам право владения землей и пастбищами. Местная знать переходила на службу русскому государю. Прославленные аристократические фамилии Юсуповы, Ширинские, Максутовы и многие другие имеют татарское, башкирское или калмыцкое происхождение. Историк Лев Гумилев писал, «Надо отдать должное уму и такту наших предков. Они относились к окрестным народам как к равным, пусть даже не похожим на них. И благодаря этому они устояли в вековой борьбе, утвердив как принцип не истребление соседей, а дружбу народов». Вскоре на присоединенных землях выросли новые города – Чебоксары, Уфа, Самара. Прекратились племенные войны, развивались земледелие, ремесла, торговля. А Россия окончательно сложилась как многонациональное государство. Все чаще по отношению к ней звучал эпитет «Великая». Владения московских государей простирались на востоке до Урала и граничили с загадочным и почти неизведанным сибирским ханством. В этом суровом краю жили сибирские татары. Занимались охотой и скотоводством северные народы – ханты, манси, ненцы, селькупы. Овладычествовал здесь один из потомков Чингисхана – хан Кучум. Он стремился вытеснить русских с Урала, совершая набеги на русские селения. Чтобы положить этому предел, местные купцы снарядили большой казацкий отряд. В сентябре 1581 года казаки во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем отправились в поход на сибирское ханство. Дорога была долгой и трудной. Казаки поднимались по рекам на плоскодонных судах, стругах. А затем волокли их на руках, топорами расчищая путь через заросли. Атаман строго наблюдал за дисциплиной, следил, чтобы никто блудом или другими греховными делами не навлек на себя гнева Божьего. Зимовали в тайге. Когда кончились продовольственные запасы, перешли на подножный корм. Лишь весной казаки вступили во владение хана Кучума. После первого же столкновения с дружиной Ермака ханская армия обратилась в бегство, а казаки продолжили наступление. После ряда тяжелых боев они заняли Кашлык, столицу сибирского ханства. Несколько лет в Западной Сибири продолжались сражения, большие и малые. В одном из них и погиб Ермак. По легенде, его утянула на дно Иртыша тяжелая кольчуга – подарок Ивана Грозного. Смерть атамана не остановила покорителей за Уралья. Они возводили укрепленные пункты, остроги, давшие начало росту сибирских городов. Так была основана Тюмень. За ней последовал Тобольск, будущая столица русской Сибири. Затем Березов, Сургут, Тара, Абдорск, Нарын. Когда Ермак вступил в Сибирь, никто в его войске не догадывался о той роли, которую она сыграет в русской истории. Долгое время этот край оставался лишь поставщиком пушнины да местом ссылки опасных преступников. Но значение Сибири росло с развитием самого государства, транспорта, промышленности и науки. Здесь нашли крупные месторождения золота, залежи угля, руд и других полезных ископаемых. Здесь развивалось сельское хозяйство, животноводство и рыбный промысел. В 1960-е годы Сибирь стала одним из крупнейших в мире мест по добыче нефти и газа. Здесь выросли современные предприятия, университеты и научные центры. Само название Сибирь по одной из версий происходит от тюркских слов «су» – вода и «бир» – дикий лес. В 21 веке мы заново учимся ценить сибирские запасы тех самых воды, су и леса – «бир», составляющих основу природного богатства нашей страны. Но самое главное – за многие века из крестьян и каторжников, из рабочих и ученых-энтузиастов, из коренных жителей и пришлых иноземцев в Сибири сформировался особый склад людей, называющих себя сибириками. Людей, не боящихся ни суровых климатических условий, ни тяжелого труда. Людей, для которых нет ничего невозможного. Именно они исследовали для нас этот край. Они защитили Москву в 1941 году. Они открывали месторождения и строили электростанции на земле своих предков. На своей земле. Над российским двуглавым орлом появились три короны – символы трех присоединенных царств – Казанского, Астраханского и Сибирского. География московского царства расширялась. Менялись и ее карты. И еще в XIV веке каждый русский князь имел чертежи своих владений. Их рисовали на березовой коре, и предназначались они для урегулирования экономических вопросов. Таких, как сбор дани для ордынских ханов. После освобождения от орды в 1497 году вышел чертеж московских земель. А первая карта Российского царства была составлена в 1525 году итальянским ученым Паоло Джовио на основе рассказов русского посла Дмитрия Герасимова. Во времена правления Ивана Грозного было написано первое геодезическое руководство. А царские архивы насчитывали 248 отдельных карт. Большинство из них выглядели очень условно и больше походили на рисунки. Однако и они давали представление о размерах державы, которая постепенно становилась одним из крупнейших государств Европы. После смерти сына Ивана Грозного, царя Федора, прервалась династия московских рюриковичей. Вскоре начались бунты, которые переросли в настоящую гражданскую войну. Московский престол переходил из рук в руки. На власть претендовали все новые самозванцы. Казалось, что московское царство обречено на гибель. Кризис достиг крайней точки, когда в его пределы вторглись войска западных соседей – речи Посполитой и Швеции. Интервенты заняли Кремль, а русское царствование было обещано польскому наследнику. Речь Посполитая в переводе с польского обозначает «общее дело». Это государство возникло во второй половине XVI века как объединение Польского королевства и Великого княжества Литовского. В период наивысшего расцвета речь Посполитая простиралась от Балтийского побережья до Днепровских порогов, включая в себя земли современных Польши, Литвы, Белоруссии, Латвии, части Эстонии, значительной части Украины и западных областей России. В эти дни далеко от Москвы, в Нижнем Новгороде, простой земский староста, собрав горожан, обратился к ним с речью. «Православные люди, похотим помочь московскому государству, не пожалеем животов наших, да не только животов, дворы свои продадим, жен, детей заложим». Кузьма Минин и его сограждане понимали, что спасение страны, ее земель, сел, городов зависит только от самих жителей. Русский купец помог собрать армию, которую возглавил опытный воевода Дмитрий Пожарский. Войско, сформированное на берегах Волги из дворян и служилых людей, дошло до Москвы, чтобы освободить ее от поляков и их союзников. В ноябре 1612 года полки Минина и Пожарского вышибли врага из столицы. Но чтобы вернуть порядок в стране, предстояло избрать нового царя, причем такого, который устроит все слои общества. Народ, отвоевавший у врага свою землю, имел полное право сам избрать нового правителя. Народ, как никто, нуждался в воссоединении, в мире, в соборности. Был созван Земский собор, состоящий из представителей различных русских земель и сословий. После отсева многочисленных кандидатов на царство был венчан 17-летний юноша Михаил Федорович Романов, основатель второй и последней династии русских государей. Шел 1613 год, страна лежала в руинах. В Смоленск отошел речи Посполитой. Значительная часть Карелии была захвачена шведами. Россия потеряла выход к Балтике. Возвращать все эти земли предстояло династии Романовых. Царям, чей святой долг – оберегать свою землю и людей, живущих на ней. Царь отвечал за это не перед людьми и не перед историей, а перед Богом. К середине 17 века Речь Посполитая продолжала удерживать за собой земли, которые отошли от Руси во время Ордынского нашествия. Здесь, под властью польской шляхты, уже три столетия проживало многочисленное православное население. После соединения Литвы с католической Польшей православие на этих землях подвергалось гонениям, а русский язык вытеснялся из обихода. В 1648 году запорожские казаки во главе с гетманом Богданом Хмельницким подняли восстание, которое вскоре переросло в настоящую войну. Сражения шли с переменным успехом. Запорожское казачество несколько раз обращалось в Москву с просьбой принять их в русское подданство. От Богдана Хмельницкого такое обращение поступило в июне 1648 года. В 1653 году Московский земский собор одобрил принятие территории войска Запорожского в подданство русского государства. В 1654 году в городе Переяславе в присутствии русских послов состоялась Казацкая рада, которая приняла решение о переходе под власть российского царя. После этого началась долгая тяжелая война с Речью Посполитой. В 1654 году сын Михаила Романова, царь Алексей Михайлович, лично возглавил поход на Смоленск. Город до сих пор удерживали поляки. Полтора месяца продолжалась подготовка к штурму. Враг отбил два приступа, и началась затяжная осада. Противник рассчитывал на скорое подкрепление, но оно так и не пришло. Вскоре гарнизон сдался. Коренные смоляне приветствовали Алексея Михайловича как избавителя. Смоленск, город-ключ, главная преграда на пути захватчиков к Москве, навсегда вернулся в состав русского государства. Это было только начало. Спустя 13 лет по итогам русско-польской войны России отошли и утраченные во время смуты территории, и Киев с прилегающими областями – Полтавщиной, Черниговщиной и Запорожьем. В глубокой древности эти территории были основой русского государства. Позже их стали называть Малороссией. Здесь сохранялись традиции казацкого самоуправления, а высшим должностным лицом являлся гетман войска Запорожского. Поэтому земли левобережной Украины также именовались гетманщиной. Между тем Россия крепла и развивалась. Сибирские земли привлекали своими богатствами – редкими видами рыб, тюленем, жиром, моржовыми клыками. Но самым ценным товаром была пушнина. Продажа собольих, бобровых и беличьих мехов составляла немалую часть государственного дохода. Продвигаясь вглубь Сибири, казачьи отряды, иногда с боями, иногда мирно, приводили местное население под высокую государеву руку и облагали его данью – ясаком. Русские колонисты селились рядом с коренными жителями. Построенные служилыми людьми укрепленные пункты, остроги, становились административными центрами. Со временем на их месте вырастали города. К середине 17 века русская держава протянулась до Чукотки, побережья Охотского моря и Забайкалья. А в 1648 году, когда русский землепроходицы-мореплаватель Семен Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой, Россия вышла в бассейн Тихого океана. Россия располагала огромными сырьевыми запасами. Однако страна не имела ни флота, ни выхода к Балтийскому и Черному морям, и потому оставалась зависимой от европейских купцов. Западные торговые компании по дешевке скупали русские товары и вывозили их на своих кораблях. Это ударяло и по казне, и по государственному престижу. Если не переломить ситуацию, России будет уготована судьба гигантской колонии – сырьевого предатка Европы. Чтобы обеспечить русскому государству будущее, требовалось пробиваться на Балтику, что означало войну с сильным северным соперником – шведским королевством. Воплотить эту жизненно важную задачу решился новый царь – Петр I. Северная война началась с разгрома. В 1700 году в битве при Нарве плохо подготовленное русское войско было разбито Швецией. Петр, окружив себя молодыми амбициозными единомышленниками и заграничными советниками, сумел в кратчайшие сроки сформировать боеспособную армию, не уступавшую войскам шведского короля Карла XII. Одна за другой русским сдавались неприятельские крепости. Спустя три года после начала войны, рядом со шведским Ниеншанцем, у самого устья Невы Петр I заложил город Санкт-Петербург. Вскоре он станет новой столицей России. В течение столетий ижорские земли были частью русского государства. Они отошли Швеции после событий смутного времени и теперь вновь становились частью российской державы. Решающее сражение Северной войны произошло 27 июня 1709 года под Полтавой. Перед началом битвы Петр I обратился к своему войску. «Не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное. А о Петре ведайте, что ему жизнь его недорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего». Случилось почти невероятное. Окрепшее русское войско наголову разгромило одну из сильнейших армий мира. Известие о поражении шведского короля облетело Европу. Боевые действия на суше и на море продолжались еще более десяти лет. Шведы отчаянно цеплялись за свои последние бастионы на Балтике, но в конце концов запросили мира. Побежденная Швеция уступила России прибалтийские земли – Лифляндию, Эстляндию, часть Карелии с Выборгом, а также Ингрию, где был расположен Санкт-Петербург. Русское государство прочно утвердилось на Балтийских берегах, что в корне изменило расстановку сил в Европе. В 1721 году русский царь Петр I принял титул императора Всероссийского. Россия вошла в число великих держав и была провозглашена империей. Империя не просто государство. Это единое пространство закона и цивилизации, которое охватывает множество стран и народов и имеет единый центр власти – священную личность императора. Российская империя считала себя наследницей Византии. В обязанности русского самодержца входила защита церкви и покровительство православным всего мира. Именно в эпоху Петра I составление географических карт стало проходить по всем правилам геодезической науки. Над созданием карт различных регионов империи работали сотни выпускников Морской академии, Петербургской инженерной школы и других учебных заведений. Одним из главных энтузиастов картографического дела стал сподвижник Петра Иван Кириллович Кириллов. На собственные средства он выпустил несколько десятков богато украшенных карт, а также трехтомный «Атлас» Всероссийской империи. Эти издания получили большую известность и свободно продавались в книжных лавках Москвы и Петербурга. Однако они имели еще много неточностей. Лишь через семь лет после смерти Кириллова в 1745 году отечественные картографы подвели итоги 20-летней работы по описанию страны. Российская академия наук выпустила «Атлас российский». Это уникальное издание, включающее в себя 19 карт губерний и одну генеральную карту страны, признано первым официальным атласом российского государства. Впервые в отечественной истории все желающие могли получить наглядное представление о контурах и размерах российской державы. От Балтийского побережья до Камчатки. Открывалась возможность путешествовать по огромной стране, имея перед собой точное начертание ее пределов, гор, рек, озер и проложенных дорог. И самое главное, жители страны получали возможность исследовать те бескрайние территории, которые передали им в наследство их предки. Казалось, никому из российских самодержцев не дано соревноваться в славе с Петром Первым. И все же это удалось дочери удельного немецкого князя. Она была сосватана за русского наследника Петра Федоровича, отправилась в далекую восточную страну и полюбила ее всем сердцем. Урожденная София Августа Фредерико получила при православном крещении имя Екатерина. Ей предстояло провести на российском престоле 34 года и значительно расширить пределы Российской империи. К западу от российских рубежей на территории Речи Посполитой складывались отдельные этносы – украинский и белорусский. Однако по обе стороны государственной границы сохранялись единая вера и культурные традиции. Между тем некогда могучая польско-литовская держава утратила свою силу. Бесконечные войны и мятежи разоряли Речь Посполитую, а последствия ложились на плечи православного населения. В этих условиях под давлением Пруссии и Австрии Екатерина согласилась на частичный раздел территории Речи Посполитой. К Российской империи перешли Восточная Белоруссия вплоть до Минска, а также часть современной Латвии. За первым разделом последовало два других, и в 1795 году Речь Посполитая прекратила свое существование. В состав Российской империи вошли Центральная и Западная Белоруссия, Волынь, Литва и Курляндия. Только теперь, на исходе XVIII века, удалось осуществить давнюю цель русских государей – объединить под своей рукой все восточнославянские земли. Исключением стали только населенные украинцами Восточная Галиция и Закарпатья, которые отошли Австрийской империей. Золотой век Екатерины стал эпохой расцвета русского военного дела. Главный противник России находился на юге. Османская империя и его вассальное Крымское ханство, последний осколок Золотой Орды, охраняли подступы к Черному морю, угрожая южным границам русского государства. Россия не первый век вела войны с Османской империей, но никогда они не были настолько успешными, как в годы царствования Екатерины Великой. Блистательные победы на суше и на море следовали одна за другой. Ларкская и Чесменская битвы. Взятие Чакова и Измаила. Сражения при Рыннике, под Факшанами и при Калиакрии. В этих знаменитых баталиях выковались таланты великих русских военачальников и флотоводцев. Петра Румянцева, Александра Суворова, Григория Потемкина, Федора Ушакова. Итогом этих войн стало присоединение Крыма и прилегающих черноморских районов, которые получили название Новороссии. Управление вновь обретенными землями императрица поручила своему ближайшему сподвижнику и фавориту Григорию Потемкину. При Черноморье строились новые города и порты. Херсон, Екатеринослав, ныне Днепр, Николаев, Одесса, Севастополь. Теплый климат и плодородные земли делали Новороссию привлекательной для многочисленных переселенцев из украинских земель, Центральной России и даже Германии. А в Крыму строился Императорский Черноморский флот. Флот, который одержит блестящие победы над Османской империей и станет надежной защитой южных рубежей России. В конце XVIII века всю Европу охватили войны с Наполеоновской Францией, в которые была втянута и Россия. Молодой русский император Александр I оказался между двумя непримиримыми врагами – Англией и Францией. Три года, с 1805 по 1807, российская армия сражалась против французов. Но после нескольких поражений Александр заключил временный союз с Наполеоном. Тем временем в союз с Англией вступила Швеция. Две морские державы угрожали Санкт-Петербургу со стороны Финского залива. Тогда Бонапарт посоветовал русскому императору удалить шведов от своей столицы. Александр согласился. Последняя русско-шведская война проходила в суровых условиях. Бои шли посреди глубоких снегов и топких финских болот. После героического перехода по льду замерзшего Ботнического залива русские войска заняли гарнизон на Аланских островах и угрожали шведской столице – Стокгольму. Шведы попросили о мире. В 1809 году по итогам войны Российской империи отошла вся территория Финляндии, а также Аланские острова. Россия установила полный контроль над Финским заливом и теперь могла не опасаться удара с моря. Но прошло три года, и война все же пришла на русскую землю. 24 июня 1812 года более чем полумиллионная армия Наполеона перешла границу России. Французский император рассчитывал разгромить русские войска в генеральном сражении, но не учел, что ему придется столкнуться с широким народным сопротивлением. Великая битва при Барагино не выявила победителя. Однако дни Наполеона были уже сочтены. Его солдат встречали пустые деревни. При появлении неприятеля русские крестьяне сжигали амбары с зерном, лишая его продовольствия. Партизаны наносили удары по небольшим отрядам, захватывали обозы, разрушали коммуникации. Русский главнокомандующий фельдмаршал Кутузов вел войну на истощение противника. Император Александр заявил, что не вступит в переговоры о мире, пока хотя бы один неприятельский солдат будет оставаться на русской земле. И свое обещание царь сдержал. Предчувствуя гибель своей армии, Наполеон трижды посылал русскому императору предложения о мире. Но все они остались без ответа. К концу 1812 года остатки наполеоновской армии были изгнаны за пределы Российской империи. А поход русской армии и ее союзников закончился взятием Парижа и отречением Панапарта. Итоги наполеоновских войн подводились на Венском конгрессе, созванном по инициативе держав-победительниц. После переговоров Российская империя получила территориальную компенсацию. Ей отошла значительная часть исконных польских земель – царство польское со столицей в Варшаве. Но поляки так и не смирились с крушением надежд на восстановление собственной государственности и в течение 19 века неоднократно восставали против царского правительства. Целое столетие российские власти пытались твердой рукой удержать польские земли. Но они так и остались чужеродным телом в составе империи. Совсем по-другому складывались отношения России с народами Закавказья. Священной обязанностью русского императора оставалась защита православного населения по всему миру. Уже долгое время грузинский народ страдал от набегов персидской армии. И Россия не раз приходила на помощь Грузии. Однако содержание постоянного гарнизона в соседней стране требовало немалых средств. Чтобы спасти свой народ от полного уничтожения, Картлий-Кахетинский царь Георгий XII обратился с просьбой о вхождении в состав России. В 1801 году оно было удовлетворено. Это привело к целой серии войн, после чего Персия окончательно утратила свое влияние в Закавказье. А под властью русского императора кроме Грузии оказались населенные христианами районы Восточной Армении, а также соседние мусульманские ханства – территория Дагестана и будущего Азербайджана. Но этот горный регион, населенный многочисленными народами и племенами, долгое время оставался для русского правительства источником серьезного беспокойства. Не признавая ни устных, ни письменных договоров, кавказские горцы отличались воинственностью и год за годом тревожили своими набегами казачьи селения. Даже строительство Кавказской укрепленной линии, которая протянулась от Устья-Терека до Кубани, не избавило пограничные территории от постоянной угрозы. В 1816 году герой наполеоновских войн генерал Алексей Ермолов составил план по умиротворению Кавказа. Кавказская война продолжалась десятилетиями, она не знала великих сражений и по большей части состояла из выматывающих горных переходов и мелких, но от того не менее кровопролитных стычек. За покорение Северного Кавказа Россия заплатила миллионам солдатских жизней, большей частью по причине тяжелого местного климата и болезней. Только в 1864 году русской армии удалось подавить последние очаги сопротивления. Одновременно на Кавказе шли бои с Османской империей, которые закончились в 1878 году. Народы Кавказа, от Дагестана до Карса, признали себя подданными российской короны. На Кавказ протянулись дороги, соединившие его с остальными частями страны. Оживилась торговля, начала развиваться промышленность. Сельское хозяйство получило новые рынки в империи и по всему миру. В Баку была обнаружена нефть, ставшая одним из главных источников топлива для страны на долгие годы. Здесь строились нефтеперерабатывающие предприятия. Сюда стекались промышленники и специалисты со всего мира. Тем временем на Востоке интересы российского государства столкнулись с экспансивной политикой крупнейшей в мире колониальной империи – Великобритании. Ко второй половине 19 века британцы установили власть над Индией. Отсюда открывался путь в Среднюю Азию, которую Россия считала сферой своих интересов. В 1876 году к России было присоединено Коканское ханство. Вассальную зависимость от русского императора признали Бухарский эмират и Хивинское ханство. В 1878 году непокоренными оставались туркменские племена, которые населяли Закаспийские оазисы. Захватив Афганистан, британская армия готовилась установить контроль и над этими территориями. Чтобы опередить британцев, Россия вступила в боевые действия с Текинским ханом. В качестве опорной крепости русские построили город Ашхабад – нынешнюю столицу Туркменистана. В январе 1884 года представители туркменских племен принесли присягу Александру Третьему. А русские владения сомкнулись на востоке с британскими, определив современную туркмено-афганскую границу. А пока на Кавказе и в Закаспийских песчаных степях свистели пули и крохотали пушки, русский мореплаватель Геннадий Невельской исследовал дальневосточные территории. Войдя в устье Амура, он основал там поселение – Николаевский пост. Будущий Николаевск на Амуре. И объявил его российским владением. По старым договорам эти малонаселенные земли принадлежали Китайской империи. Самовольные действия Невельского вызвали гнев петербургских чиновников. Они требовали разжаловать его в матросы. Узнав об этом, император Николай I заявил – где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен. Вскоре в низовьях Амура выросли новые русские поселки. А российское правительство вступило в переговоры с Китаем. Новая государственная граница была проведена по рекам Амур и Уссури. Так, без единого выстрела, в состав империи вошли обширная территория Приамурья и Приморский край. К началу 20 века российское государство простиралось от Северного Ледовитого океана на севере до Черного моря на юге, от Балтийского моря на западе до Тихого океана на востоке. По своим размерам оно уступало только Великобритании с ее владениями, рассыпанными по всему миру. Кроме коренных русских земель, империя включала в себя Кавказ и Прибалтику, почти всю территорию современной Украины, Белоруссию, Бессарабию, современную Молдавию, Урал, Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию, а также Финляндию и часть Польши. Здесь проживали полторы сотни национальностей, которые перемешивались между собой. Русский адмирал Николай Краббе так писал о себе. «Отец мой был чистокровный финн, мать молдаванка, сам же я родился в Тифлисе, в армянской его части, но крещен в православие, стало быть, я природный русак». Как и любое государство такого масштаба, Россия сталкивалась с социальными проблемами и национальными противоречиями, но научилась с ними справляться. А постепенный экономический рост позволял с уверенностью смотреть в будущее. В 1913 году с просьбой о принятии в русское подданство обратилась одна из северных китайских провинций – Уринхайский край, будущая Республика Тыван. Николай II повелел установить над этой областью протекторат и включить ее в состав Енисейской губернии. Для Российской империи это стало последним территориальным приобретением. С тех пор, как великий московский князь Иван III навсегда покончил с ордынской зависимостью, прошло 433 года. После победы на Угре немецкий император предлагал Ивану III принять от него королевскую корону. Великий князь ответил на это. «Мы – подлинные властители в нашей земле, от наших предков. Мы благословлены на это Богом. Мы никогда не искали подтверждения тому кого-либо и теперь не желаем такового». Верная этому завету Россия вступала в 20-й век. А впереди ее ждали новые испытания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова